Майкл Мелехов меня зовут, руководитель центра Сангейс. Мне помогает сегодня Эльза Хопотниковская, гранд-мастер Таро, ответственный секретарь французского королевского Таро. Эльза, здравствуй. И мы сейчас начнем принимать наши звонки. Ну, пока их нету. Я обвелю все-таки телефоны 847-498-3367. Телефон прямого эфира. 847-595-0904. Это смс. Ну, и Чикаго 1330. Мы можем слушать это и тоже оставлять свои вопросы. Там есть программа моя в субботне. И там, пожалуйста, задавать свои вопросы. Может быть, уже не в этой передаче, а в следующей. Но, тем не менее, такая возможность есть. Итак, что у нас сегодня происходит на небосводе? Во-первых, день у нас сегодня 16 число, 16 сентября. Ну, и люди, которые родились в этот день, находятся под влиянием трех планет. Это Нептун, Луна, Меркурий. И зодиакальное созвездие – это Дева. Ну, характер, еще раз, очень коротко, потому что у нас есть одна тема, которую мы не рассмотрели в прошлый раз. Мы сейчас попросим Эльзу осветить эту тему. Ну, а те люди, которые родились в этот день, это достаточно серьезное положительное качество. То есть те люди, родившиеся, они будут уживаться практически со всеми людьми. Единственное, с моей точки зрения, нумерологической, вот 16, это в сумме дает 7. И это качество, которое свойственно, может быть, Нептуну. Ну, а в физической астрономерологии – это планета, которая называется Кету. Кету. То есть это подозрительность, ну, такой, какие-то все люди могут думать о том, что на них кто-то там будет наезжать. Они могут считать, что они находятся под колпаком у кого-то, хотя на самом деле они абсолютно нормальные, никто на них ничего там к ним, по отношению к ним не имеет. Но это может создавать какие-то проблемы в общении. То есть скептики. Скептики по натуре и критические какие-то вот свое видение ситуации или определенного человека, они будут стараться докапываться до сути вещей. Ну, и вот, когда они докопаются по их точке, с их точки зрения, они будут в этом на самом деле, ну, так и действовать в этом. Полностью убежденные в том, что они делают абсолютно все правильно, не сомневаясь, поскольку они это как бы считают, что они это знают абсолютно так. Ну, еще раз, я не хотел бы, мы, может быть, дальше еще останется время поговорим, но у нас была вот такая как бы одна из тем. В прошлый раз это очень интересная ситуация, которая создается на небе 23 сентября. Об этом я в самом конце передачи немножечко рассказывал. Ну, вот сегодня я хотел послушать Эльзу. Я напомню о том, что есть такое понятие, оно называется, понятие это Вифлеемская звезда, но вот с точки зрения, скажем, тарологии или вот как Эльза это видит. Эльза, давай попробуй рассказать, как это ты видишь. Да, хорошо, Майкл, спасибо, что ты дал мне слово. И что я могу сказать о Вифлеемской звезде? Ну, в первую очередь, наверное, то, что многие знают, что это загадочное небесное явление, которое, согласно Евангелию от Матфея, волхвы назвали звездой. Волхвы фактически это астрологи, это, ну, тарологов тогда не существовало как таковых, но предсказатели, да, хотя волшба это и есть, кстати, гадание и предсказание, да, так что волхвы это были те самые предсказатели, волшебники, да, которые, ну, увидели Вифлеемскую звезду, и эта звезда необычная привела их к месту рождения Иисуса Христа. С точки зрения церковных, отцов церкви, простите, Вифлеемская звезда не обязательно астрономическое тело, это могло быть просто какое-то необычное небесное явление или вообще просто некий знак, вот как, ну, описаны чудеса явления Девы Марии над какими-то местами. Например, вот недавно я узнала о существовании такой редкостной иконы 1914 года, написание Девы Марии, которая явилась русским солдатом в окопах во время Первой мировой войны. Эта икона является уникальной, потому что вот был буквально список, да, ну, нарисована она была в этот момент, и она защищала русских солдат от гибели в это время. Так и Вифлеемская звезда – это, может быть, некое знамение. Ну, с точки зрения Таро, возможно, она отражена в 17-м Аркане, который называется «Звезда» или «Звезда магов» ещё она называется. И, собственно, на 17-м Аркане изображена девушка, которая в огромный водоём вливает воду серебряную и золотую, или живую и мёртвую, вернее, простите, мёртвую и живую. Это символизирует некий алхимический процесс рождения души. И на этой карте также изображён серп, который можно уподобить серпу Сатурна, как его изображают астрологи. И в этом серпе из шести звёзд находится седьмая большая звезда, самая главная, состоящая из семи лучей, которые соответствуют халдейскому порядку планету астрологии. Но вообще вифлеемская звезда как символ изображается восьмиконечной или четырнадцатиконечной. Восьмиконечная она изображается на иконах и символизирует восьмой день творения. Вот мы сейчас как бы живём с вами в седьмом дне творения. А вот восьмой день творения – это когда будут все созданы на суд высший. И после этого наступит восьмой день и вечная жизнь для тех, кто её заслужил. Но это толкование церкви. 14 лучей у вифлеемской звезды в Иерусалиме есть её изображение. Она символизирует 14 остановок на крестном пути Христа. А если говорить с точки зрения учёных, что это за явление, то очень многие сходятся на том, что это могла быть комета Галлея, это могла быть вспышка сверхновой звезды в созвездии Ориона или в созвездии Козерога, которые происходили на протяжении десяти лет до Рождества Христова. И, возможно, это было соединение трёх очень серьёзных планет – Юпитера, Сатурна и Марса – знаки рыб. То есть как раз Христос относится к знаку рыб, хотя родился в декабре по новому, во всяком случае, стилю. Это соединение планет якобы символизировало рождение Христа, Сына Божьего. Что ещё можно сказать о Вифлеемской звезде? Да, ещё предполагается, что это, возможно, Сириус. Сириус – это вообще звезда звёзд, с которой якобы все пришли на Землю, все жители Земли пришли с Сириуса. Ну и, в общем, может быть, ещё соединение Юпитера с Регулом. То есть есть много вариантов, но в любом случае все учёные сходятся во мнении, что это было какое-то очень необычное небесное явление, которое отметило рождение очень важного человека. И на сегодня тоже, когда происходят какие-то редкостные соединения планет или явления комет, которые, в общем, не так часто, да, если ярко хвост проявлен или какие-то ещё небесные явления, например, как последние несколько дней, неделю до последнего происходят вспышки на Солнце колоссальные. И это ощущается многими людьми. Это может способствовать рождению необычных детей, безусловно. Но, конечно, для того, чтобы всё это сошлось, нужно не просто небесное явление, а нужно, чтобы его отметили, скажем, отметил ряд каких-то очень важных мастеров, специалистов. И чтобы эти специалисты усмотрели не постфактум, а именно в тот момент, когда это явление случается, что это явление может привести к определённым очень необычным событиям. Вот, пожалуй, что я могу сказать со своей стороны. Хорошо. Спасибо, Эльза. Ну, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, почему мы вообще об этом говорим? Дело в том, что как раз-таки 23 сентября, совсем скоро уже будет ситуация. Через неделю, правильно? Вот 23 числа мы с вами встретимся. И как бы считается, что, во-первых, 23 сентября 2015 года на небе возникла та самая Вифлеемская звезда, которая не имеет никаких координат, никаких эфемерит, допустим. Почему? Дело в том, что астрологи, они пользуются очень чёткими, метанаука, очень чёткими показателями для того, чтобы определить, какое положение планеты. Этой планеты нету, это не планета, это звезда. Но она появляется, и она появилась, будем так считать, третий раз в нашем обозримом будущем. Первый раз она появилась за 2000 лет до рождения Христа. То есть тогда родился тоже вождь, как бы там будем говорить, это представитель Бога на земле, иудейской нации, еврейской нации, Авраам, у которого был сын, у того был сын, Авраам родил Иакова, Исаака родил Иакова, и которого потом назвали Израиль, кстати. И считается, вот так вот возникло государство, будем считать. Вот за 2000 лет. И вот получается сейчас, в 2015 году, прошло 2000 лет. Во-первых, точного времени, даже дня рождения Иисуса Христа, никто точно не знает, считая, что это было в декабре, считая, что стали отмечаться Крисмас, допустим, у нас. Но опять же это считают. Точного, естественно, никто этого не знает. Так вот, через 2000 лет после этого возникла та же самая звезда. И говорят, опять же, вот, евангелисты, они говорят о том, что, ну, сейчас получается второе пришествие Христа на землю. Ну, мы знаем, что было, как бы там, была смерть, потом было воскресение, воскрешение. Ну, и вот почему 2017 год, это два года тому назад, потому что в конце прошлой передачи, я говорил, в то время правил царь Ирод. И вот эти волхвы пришли к нему и говорят, родился, где наш царь, где наш бог? Он говорит, я ваш царь. Они говорят, нет, нифига, родился у нас наш царь. И, конечно, как это, конкурент этому Ироду, понимаешь. Поэтому он приказал поубивать всех младенцев в возрасте от нуля до двух лет. Ну, что, в общем-то, и сейчас два года вот после этого, как бы, звезды. Но я разговаривал с астрологами. Они говорят, а вы мне дайте эфемериды вот этой звезды, тогда я вам скажу. То есть они ищут то, чего найти нельзя, поскольку это как бы сверхъестественное явление можно трактовать. А учёные на то не учёные, что они пытаются как-то это всё привязать к чему-то, и поэтому называют планеты Галлеи и так далее, и так далее. Но это всё, ну, недоказуемо, будем так говорить. Только вот в этой связи, дорогие друзья, мы говорим. Я хочу повторить номер нашего телефона. У нас ещё есть время, да, до рекламки, да? У нас есть ещё много времени. У нас много времени есть. Хорошо. Тогда телефон прямого эфира 847-499-83367. Телефон для СМС 847-595-0904. Пожалуйста, вашу дату рождения, имя, вопрос. У меня вот уже... Ну вот у меня уже есть вопрос. Да. Если 2000 лет назад три человека, да, Каспар, Бальтазар, Мельхиор смогли о себе распространить слух, и люди узнали о том, что есть звезда, и они идут куда-то, то неужели в наш век информатики, если действительно это повторение, мы не можем... никто об этом толком не знает. Ну, у меня... Где Бальтазар, где Каспар, где Мельхиор? Мы не допускаем вероятность той, что 2000 лет назад люди знали об этом гораздо лучше, чем мы об этом знаем. То есть мы считаем, что мы сегодня такие достигли высот. На самом деле в старину были люди, и мы от них отстаём как примерно... То есть мы на уровне ясельного развития. Как бы мы не считали, что мы такие крутые, умные и знающие. Но, тем не менее, Эльза, как ты ответишь на этот вопрос? Ну, во-первых, я отвечу на этот вопрос так, что тогда Уйкумена или, ну, скажем так, цивилизованный мир был очень мал, очень мал. И эти самые волхвы, они, конечно, пришли с Востока, понятно, но если их действительно вела путеводная звезда, и если они пришли издалека, их не могли не заметить. То есть они о себе не просто заявили, а их не могли не заметить, потому что это были люди, либо одетые каким-то иным образом, чем привычно, либо, ну, скажем так, идущие издалека и постоянно возглашающие о том, зачем и куда они идут. А во-вторых, я скажу так, что на сегодня астрологи, действительно, я очень уважаю астрологов и сама неплохо разбираюсь в астрологии, хотя астрологом себя не считаю, но я заметила, что в основном астрологи сегодняшнего дня изучают всё постфактум. Это говорит о том, что, скажем, люди не наблюдают, ну, астрологи сами не наблюдают звёздное небо, будем говорить, да. Они действительно пользуются в основном эфемеридами и делают выводы на основании каких-то расчётов, которых не делают сами на сегодня. Ну, это основная масса, я не говорю про всех. Я очень многих астрологов уважаю, люблю и поклоняюсь им даже, потому что они делают иногда очень точные бытовые предсказания. Что касается каких-то глобальных событий, ну, у меня есть один авторитет, это астролог Израитель. Израитель, простите, правильно будет сделано ударение, которое занимается... Он русскоязычный? Он русскоязычный астролог. И проживает в Москве? Да, он занимается мунданной астрологией. Я имею в виду, что он для меня очень большой авторитет именно в мунданной мировой астрологии, который, скажем, не очень громко о себе заявляет, но я знаю его великолепные книги и группу людей, с которыми он изучает мунданные карты и делает очень интересные прогнозы. Но он просто не делает их во всеуслышание. Потому что накапливает эмпирический опыт и, скажем так, не спешит делать выводы постфактум, после события, да, а наоборот старается предсказать, а потом уже делать вывод на основании предсказанного и смотреть, как это работает в дальнейших похожих аспектах. Ну, как говорится, это ладно. И я хочу сказать, что то, что появилась в Вифлеемская звезда вот сейчас, в 2015 году, это то самое явление, которое действительно никем не изучено, и ни один из Валхвоб, просто ее, скажем, ученые, ну, ее заметил кто? Майкл. Ее заметили ученые, правильно? Да. Не Валхвы, не Валхвы. Тогда Валхвы заметили... В 2015 году, да, конечно, Валхвов уже как бы нет. Валхвов не было, которые ее заметили. Заметили ее ученые. Балтазар уже. А тогда Валхвы пришли по ее следу. А сейчас ее ученые вычислили. То есть это говорит о том, что либо нет Валхвов, либо это не та Вифлеемская звезда. Или нет ученых. Ну да. Или они переобразовались, Валхвы переобразовались в ученых. Ну, не знаю, ведь все-таки астрология и астрономия очень расходятся в показаниях. Скажем, если Юпитер, говорят астрологи, стоит во Льве, он может стоять для астронома в знаке рака. То есть небо астролога и астронома, ну небеса, они достаточно разные. Не говоря уже о том, что есть индусская астрология, да, ведическая и западная астрология. И есть, в принципе, астрология древняя, которая вообще оперирует всякими частями. Но это разговор уже, может быть, для специалистов, а не для наших слушателей. Я не хотела бы их грузить с такими подробностями. Ой, это очень интересно как раз, потому что тема бесконечная. Тем более, что мы же еще получаем сведения-то какие. Ведь по легенде, я, например, точно не знаю. Я вижу, ты получил сведения. Нет, но сведения, которые... Ведь по легенде их было 12 волхвов. И только где-то через 200 лет этот беда доброжелательный почему-то свел к трём волхвам. Да, вот это очень... Аркадий, вот это вот очень важное замечание. Спасибо, что вы сказали. И я хотела сказать еще о том, что, скорее всего, это вообще может быть очень символической информацией, как Вифлеемская звезда, так и сами волхвы. То есть это может быть какой-то алхимический глубокий символизм, зашифрован в 12 волхвах, как в 12 знаках Зодиака, например. И потом из этих волхвов осталось только трое, ну, допустим, тело-душа-дух. То есть тут есть где копаться и над чем работать, над чем думать. Хорошо, спасибо. Я хотел только немножко скорректировать. Астрологи не предсказывают всё же, астрологи прогнозируют. Да, поэтому предсказывают у нас совсем другие люди. И завтра я буду об этом говорить. У меня завтра будет передача на канале, на моем канале в центре Сангейтс, на Ютьюбе. И я буду рассказывать про такого предсказателя всемирно известного, которого звали Настрадамус, про его Катрена. Это вторая передача будет, первая была. Ну, начали мы об этом говорить, я начал об этом рассказывать. Есть очень интересная информация, и она охватывает огромное количество веков, я бы так сказал. Ну, а сейчас у нас есть информация, у меня лично есть информация, которая пришла ко мне. И сейчас мы посмотрим дату одной дамы. Её зовут Алла. Она родилась 29 мая 1962 года. Давай, я могу сказать город, но это, наверное, тебе и не надо. Всё равно это не по программе будет делаться. Поэтому давай ты расскажи, Эльза, пожалуйста. У меня есть просто ещё дальше есть информация, я потом продолжу. Ну, пока вот что ты видишь по этой дате 29 мая 1962 года. Ну, я хочу сказать, что это сильная личность, сильная. Она очень интуитивная. Здесь есть достаточно двоек в наборе. И число 29, именно число рождения, даёт в сумме число 11, которое можно свести к двойке. Это ещё одна дополнительная двойка в числовом наборе дня рождения. Это подчёркивает ещё больше интуитивность и склонность к эзотерике нашей рассматриваемой дамы. Также это может быть, конечно, ну, 29, если перевести, привести к числу 11, это число сила, аркан сила, таро, ну, марсельского типа. Потому что второй, райдер-вейт, это была бы справедливость. Но я ориентируюсь на марсельский порядок арканов. И считаю, что это очень сильный человек, который, возможно, пережил определённую полосу страхов и борьбы. О чём говорит пятёрка, хотя второй, пятый аркан – это верховный жрец. Но верховный жрец, карта, аркан очень интересный. Он означает традицию и иногда борьбу с нею. А в нумерологии каббалистической, которая имеет отношение к таро, пятёрка – это всегда развитие через боль. И это тоже, кстати, интуиция, это обратная её сторона. Страх, он порождает чувствительность и заставляет человека острее воспринимать многие вещи. А число года рождения, 18, соответствует аркану Луна. Луна тоже крайне интуитивна. Она даёт умение видеть мистические сны, пророческие сны. Это аркан эволюции, которая тоже происходит через страх. Это аркан колдовства, это аркан мистики. И если свести число 18 в девятке, это отшельник, человек очень глубокий. Он изображён на карте Таро с фонарём, как диоген, который искал среди белодня человека. Человека с душой, человека с большой буквы. Вместе всё это даёт семёрку, проходящую через промежуточный аркан 16, башня. Разрушительный аркан, сложный аркан подчёркивает то, что даме пришлось пережить немало сложностей в своей жизни. Но она победила. Твоё мнение о каких? Чем они были связаны? Сложности идти? Ну, они могли быть связаны, во-первых, с характером непростым. Во-вторых, с мистическим опытом удивительным. Может быть, даже с клинической смертью. То есть с какими-то событиями травматического характера, которые человек пережил, да, и пережил в связи с ними клиническую смерть. Также могла быть перемена, резкая перемена места жительства. Ну вот буквально, что называется, пришлось в одночасье сняться с места и перебазироваться. Эльза, да, давай мы на этом остановимся. У нас есть звонок радиослушателя. Мы продолжим, потому что я хотел дать ту информацию, которая у меня есть. Давай, Аркадий, мы примем звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. 9 марта 89-й год. Здоровье, бизнес и вот будущее. А это мужчина, женщина? Эти не секрет. Мужчинами. 9-го что? Еще раз. Марта. 9 марта 89-й год. 89-й год. Ну то есть звонит мама, судя по всему, да? Что вы говорите, извините, пожалуйста. Вы мама или нет? Да, я мама. Ну понятно. Извините, пожалуйста, плохо вычистое. Ну нет, ну что. Да. Хорошо, послушайте по радио. Эльза, вопрос понятен. Да, мне вопрос понятен. Совершенно дикое количество девяток. Я даже вообще не представляю. Я такое вообще первый раз, по-моему, вижу. То есть это, с моей точки зрения, это просто категорические люди, которые открывают истина. То есть это люди, которые, ну, очень и очень имеют возможности, но они в то же время очень, ну, так сказать, может быть, даже и тиранами в какой-то степени. Ну что, мы продолжаем нашу программу, да? Но мужчина, мужчина, молодой человек, которому только 20, сколько, 8 лет, правильно? 28 лет. Ну что, очень серьезная авторитарность, которая, конечно, очень и очень хорошо общается с людьми. Умеет увлечь, умеет вовлечь, но в то же время никогда не даст возможности кому-то проявлять себя. Он сам будет себя проявлять. Способности очень серьезные по поводу, там был вопрос личных, каких-то отношений, сложности есть. Он не хочет изначально как бы особенно создавать семью. Есть возможности, у него много избранниц, но когда ему надо, он их находит элементарно. По семье, для семьи как бы особо не требуется, у него как бы все есть. Более того, содержать семью он тоже не хочет. У него есть все то, что у него есть, и отвечать за кого-то у него нет никакого желания. То есть достаточно сложный, с моей точки зрения, человек. Ну, не знаю, есть много чего еще, но мне хотелось бы, чтобы Элиза все-таки сказала сама. Да, я скажу об этом человеке действительно, Майкл, я с тобой совершенно согласна. Это огромное количество девяток. Девятки, второе – это аркан-отшельник. Это человек в постоянном поиске, это человек очень углубленный в себя и склонный к одиночеству. Возможно, к детализации еще каких-то вещей. А много девяток – это очень большое всматривание в детали и очень большая отгороженность от других. И, скажем так, непререкаемая, наверное, вера в собственное мнение, что с одной стороны хорошо, с другой стороны, может быть, все-таки иногда не мешает прислушиваться и к другим. Но это очень мощный стержень. Такое количество девяток – это очень мощный стержень у человека. И, возможно, какие-то проблемы с позвоночником. Возможно. Но не буду на этом настаивать. Но в промежутке, я бы сказала, что здесь образуются такие арканы, как, например, повешенный двенадцатый, если сложить месяц и день рождения, это говорит о том, что человек немножечко жертва собственного характера. То есть он от него страдает. А еще здесь возникает много троек в процессе сложения. И эти тройки говорят о том, что женщины играют в жизни этого мужчины очень большую роль и будут играть. Точно. Потому что он еще довольно молод. И особенно большую роль будет играть всегда мать. Он очень привязан к матери. И, как ты очень верно сказал, Майкл, он не очень склонен создавать личную жизнь свою, устраивать. И он будет очень долго привязан к матери. Возможно, даже если женится, то все равно как-то это все... Ну, жена будет похожа на маму, крайне-крайне похожа. И все время будет как-то к матери терготеть. Вот что я бы сказала. Ну, да, я бы еще посоветовал, что... Ну, не знаю, как насчет позвоночника, возможно, да. Но то, что проблемы со здоровьем рано или поздно у него возникнут, это тоже точно. Поскольку человек, который хочет делать так, как он хочет делать, без оглядки на, скажем, здравый смысл, о том, что другие хотят сказать, и если кто-то пойдет против него, видимо, он родился 9-го числа, а 9-е число — это Марс. То есть человек категорически идет к победе и завоеванию того, что он хочет завоевывать, и тех, кого он хочет завоевать. В данном случае действительно женщина. И если кто-то против него пойдет, тогда наступит момент, когда будет борьба. И не всегда человек может выдержать эту борьбу, несмотря на то, что у него серьезная энергия есть, кстати. Это энергия, биоэнергия, которая позволяет ему функционировать очень даже неплохо. Она позволяет ему, опять же, привлекать и, можно сказать, обольщать. Это таки, да, есть. Но, еще раз, если говорить о профессии, то все-таки, ну, где-то лет через пять, я думаю, что ему уже надо было бы, скажем, стать на стезиообразование, обучение, возможно, потому что он обладает качествами этими. То есть он хорошо воспринимает информацию, очень хорошо воспринимает информацию. И он может ее донести, но донести ее, так скажем, с такой энергией, что люди будут просто, ну, может быть, даже зомбированы. Вот если он переборет себе вот эту авторитарность и начнет делать на благо, тогда это будет хорошо. Потому что есть два варианта. Первый вариант — завоевать всех, поразбивать, поубивать и так далее. А второй вариант — понимать о том, что это мудрость. Очень серьезная девятка — это мудрый человек. Он имеет качество для этого, чтобы объяснить. Тем более качество у него есть и гуру-образователя. Двенадцать — это, в общем-то, тройка, это Юпитер, а это как раз-таки гуру. То есть у него и эти качества присутствуют. Три тройки — это точные науки. У него три тройки есть. Но полагаю, полагаю, все-таки там есть проблема. Вот эта привязанность к матерью, да, абсолютно точно. Но там, наверное, где-то с отцом, наверное, какие-то варианты есть. То ли конфликты, то ли что-то там нет контакта, короче говоря, особенного. Но несмотря на присутствие мамы, да, и полностью всё-таки есть какой-то... У него есть внутренняя противоречия. Он как бы с одной стороны привязан, с другой стороны он хочет самостоятельно это всё делать, но вот что-то держит, что-то ему не даёт. Ну вот примерно так. Я не знаю, если позвонит нам мама и скажет, что было так, что было не так, как она это видит, чувствует, ну, тогда мы узнаем, это было так или не так, да. А я сейчас хочу сказать всё-таки, вернуться к той женщине, которая смс-ка пришла лично мне, и сказать, Эльза, ты была 100% права, потому что эта женщина попала, вы видите. Насколько это уже который раз доказывает о том, что это очень и очень серьёзный анализ, который делает Эльза. Эта женщина попала в аварию, тяжёлую аварию. Не знаю, на каком уровне была ли там клиническая смерть, возможно, и была, поскольку это была очень тяжёлая авария. Там написано, она была в 93-м году, то есть, получается, ей было сколько? 31 год. 31 год. И у неё, ну, насколько я понимаю, это повреждение мозга было всё-таки задействовано, но сейчас всё в порядке вроде бы как, и она функционирует. Мне хотелось бы, если ты можешь сказать, потому что это и я вижу, но всё-таки по поводу её, так сказать, семейного положения или общения с мужчинами. Напомнить дату? Дату напомнить? Нет, дата у меня записана. Я рискну сказать, что у неё была какая-то семейная жизнь, или, вернее, рядом с ней был человек, но, опять же, я рискну сказать, что отношения то теплеют, то холодеют, то они расставались, то сходились. Мне кажется, что это, ну, скажем так, безусловно, это был не один мужчина в её жизни, но вот то, о чём я говорю, тот, о ком я говорю, это любовь в её жизни, он её тоже любит, но у них крайне неровные отношения, и кто-то, я думаю, что он от неё уходил, уезжал. Наверное, ему было сложно, потому что она пережила действительно крайне сложную ситуацию в жизни, и последствия, безусловно, какие-то есть, хотя она их преодолела героически. Ну, вот, скажем, этот человек играет огромную роль в её жизни, и он не даёт ей расслабиться и успокоиться, эта любовь, эти отношения, да. Я бы сказала, что не только вот она пережила травму, она ещё и психотравму переживает в своей личной жизни, хотя могла бы быть в семейной жизни достаточно счастлива и спокойна, но нет. Вот, видимо, характер требует каких-то потрясений. Ну, понятно. Ну, что я могу добавить? Да, эта женщина была не один раз замужем, так что ты права. Но вот то, что, скажем, вижу я, опять та же самая ситуация. Она не стремится создать семью, потому что не уверена в том, что ей вообще это надо. То есть, как бы, с одной стороны, она хотела бы, естественно, любая женщина это хочет, но с другой стороны, что-то вот ей мешает. И полагаю так, что это её отношения с отцом, потому что их нет вообще. Я не вижу вообще отношений. То есть, где-то что-то была потеряна связь. А ведь это самое главное, потому что у девочки первый мужчина в её жизни — это всегда отец. Всегда. И если нету таких отношений, тогда будет проблема в семейной жизни, что, в общем-то, и доказывает. Но тут ещё есть другой момент. По характеру она, в принципе, достаточно слабый. То есть, она по своему характеру, я бы сказал так, ну, всё, естественно, меняется. Человек, который переживает такие потрясения, тем более должен меняться, в общем-то, она это подтверждает. Но, скажем, это эгоистичный характер, то есть полностью эгоист. Ну, это не значит, что это она. Но такой человек, вот с такой психоматрицей, психоматрицей, скажем так, астрономерологической, она эгоист. И внимание обращает, может обращать внимание только лишь для того, на кого-то окружающего, только для того, чтобы от этого получить какую-то свою выгоду. То есть, это о чём идёт речь. То есть, в принципе, ты это сказала, да? То есть, она уходит, её надежды, понимаешь, её надежда не оправдывается. Вот это удивительно. Её надежды. А как второй человек? А второй человек тоже имеет свои надежды. Почему мои надежды не должны оправдываться или оправдываться? Это должно быть только взаимосотрудничество, особенно если это идёт речь, так сказать, ячейки семья. Понимаете? То есть, дорогие друзья, вы должны понимать о том, что здесь всё-таки два человека. И если мы будем только руководствоваться своими какими-то убеждениями, своими какими-то мировоззрением своим, без учёта другого человека, то это будет сложно. Мы тогда будем как-то параллельно идти в миру, а не вместе. А у нас есть и звоночек, да, Аркадий? Да, здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Вы в эфире, да. Это вы. Здравствуйте, ещё раз. Это мама, мужчина, которого три девятки в день рождения. Кое-что я хотела бы сказать, что кое-что сошлось. Сошлось то, что он в самом деле очень сильный мужчина. Он, в принципе, очень независимый. Он женат, первое. Второе, он всё старается, чтобы удерживать семью и чтобы было хорошо жене, уют, достаток. Третье, это он от меня, от мамы. Он прислушает, но он, я не могу сказать, что он мамин сынок. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Но то, что он сильный, и вот то, что он задумал, и вот так он идёт и ломает дрова, вот это правда. Но он очень сильный мужчина. Как мужчина он очень сильный, очень так постарается. Понятно, понятно. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Ну, надо сказать, что в первых, в первых нескольких браках я тоже был хороший семьянин. Ну, Аркадий, ты и без брака остался хорошим семьянином. Алло, алло. Да, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, 2 января 71-го года. Какой ваш вопрос? Ну, вообще что-то можете сказать. Ну, что-то вообще что? Про личность. Про вашу личность? Да. Ну, лучше было бы, если бы вы задавали конкретный вопрос. Любовь, назначение. Деньги, бизнес, я знаю, родители, дети и так далее. А то, опять, это опять вопрос ни о чем. Что-нибудь в том, в том, чем вы хорошо разбираете. Так во всем разбираете. Все. Ладно, хорошо. Спасибо. Дорогие друзья, я понимаю желание любого человека узнать про себя кое-что. Но конкретно надо было бы больше конкретику. Давайте немного прокомментирую то, что сказала женщина про своего сына. Ну, во-первых, маменьким сынком никто не считал. И ни Эльза, ни я это не сказали. А мы говорили о том, что он прислушивается. Это вы уже подтвердили. Но я сказал так же, что у него есть внутреннее противоречие, потому что он сам знает лучше. А то, что самое начало у него открывается истина, он подсознательно всё это знает. Он подсознательно знает, что надо делать. И он пытается это сделать, потому что он знает лучше. И со своей женой он знает лучше, что надо делать. Но, к сожалению, его качества они могут ему не позволить. Тут идёт вразнос. Я знаю, но буду делать так. Я считаю так. То есть здесь могут быть нюансы. Давайте мы примем... У нас есть звоночек ещё, да? Давайте мы примем... У нас есть звоночек, да? Давайте мы примем... Алло! Да, радио только вы приглушите. я приглушил. У меня такой вопрос. 15 марта 1965 года. И простой вопрос. Стоит ли мне переходить в Бостонский симфонический оркестр? Во как! Как красиво! Как чудесно! Во как! А из какого оркестра? Чикагского? Из Чикагского, да. Не стоит ли переходить в Бостонский? Там дают лучше немножко условия. Но есть ли смысл? Я послушаю вас по радио. А ещё раз дата? Потому что у меня стоит дата прошлого человека. 15 марта 1965 года. Я послушаю вас по радио. Спасибо. Давайте мы всё-таки про предыдущую дату посмотрим, да? У нас дата стоит какая? 2 января 1972 года. Мы не ответили на эту дату. А ту мы сейчас ответим на эту. Потому что нам важно очень успеть. Про оркестр это серьезно. Оркестр это серьезная вещь, да. Тем более про Бостонский. Бостонский это обалденно известный оркестр. Понятно. Да, да. Хорошо. Ну и Чикагский в общем-то тоже не слабенький. Ну, хорошо. По поводу этой даты Эльза, давай я скажу может быть прекрасная коммуникация человека. Великолепно в обществе себя чувствует. И его все очень любят. Великолепнейшая стопроцентная устремленность и понимание своей цели очень и очень гармонично зашкаливает авторитарность без вопросов. Это то, что мешает. Ну, секундочку. Дело в том, что это как раз то, о чем вы говорите. Человек поправил, что это 71-й год. 2 января 71-го года. Поэтому вы говорите... Я говорю о другом человеке? Да. Ну, хорошо. Это, видишь, позвонил человек и поправился. Ну, тогда меняем. Тогда кардинально все меняется, я хочу сказать. Кардинально меняется. То есть наличие такого количества... Смотрите. Подождите. Какого? Еще раз. 71-го. А 2-го? 2-го января. 2-го января. 2-го января 71-го года. Нет, ну, все правильно. Значит, о чем идет речь? Ну, не знаю, как, Эльза, ты будешь трактовать, но я считаю, что человек не то, что нордические, стойкие, как было на 17-е весны, а это чрезмерно нордические и чрезмерно стойкие. То есть просто очень, так сказать, авторитарные, ну, до невозможности. То есть если не так, то вообще никак. Если не по мне. Ну, как бы так это можно трактовать. С другой стороны, с другой стороны, действительно очень серьезное качество, которое могут его, скажем так, ну, достичь цели. Правда, целей очень много. По жизни цели меняются, могут меняться, не достигая одной цели, он переходит на другую цель. То есть завышенные слишком цели или их слишком много. ну, и соответственным образом очень серьезная авторитарность. Я бы обратил внимание на здоровье. Ну, это коротко. У нас еще есть один все-таки впереди человек, который попросил Эльза. Да, в двух словах тоже скажу, что человек 71-го года, рождения, 2-го января, это человек, который в детстве мог не очень проявлять себя, может быть, даже был молчалив и скромен, и стеснителен, и, может быть, даже не всегда отвечал учителю на все поставленные вопросы, не потому, что он был какой-нибудь там глупенький, наоборот, но просто очень стеснительный. Затем вторая часть жизни у него была гораздо более яркая, он очень обучаемый, вообще он очень обучаемый и очень любящий учиться, на мой взгляд. И, возможно, очень образованный, красиво пишет, и красиво может выступать и говорить, но не факт, что он воспользовался этим. И вообще он тяготеет каким-то изысканием на тайные темы, я не знаю, разгадки, загадок, может быть, ребусов каких-то, может быть, кроссвордов, кстати, вполне возможно. И, ну, скажем, к концу жизни, вернее, не к концу жизни, простите, в возрасте зрелом он становится, стал более гармоничным и более открытым, чем, скажем, был в детстве. И вообще неплохо раскрылся, ну, на мой взгляд, да, стал общительным и с ним очень интересно партия. Да, спасибо, у нас есть немного времени. Переходим на оркестр, потому что меня это волнует лично очень. Я бы побежал, я бы побежал, не задумываясь, но человек должен знать. Человек должен знать. После шелти я бы уже поменял этот оркестр. Это целиком к Эльзе. Почему? Потому что, дорогие друзья, Эльза не просто торолог или астролог, да, Эльза, хотя она об этом не говорит скромно, но я об этом могу сказать, она и я все-таки экстрасенс. И в роду были, да, были люди, которые были очень серьезно это делали. поэтому это вопрос, Эльза, к тебе, переходить, не переходить. Я не могу ответить на этот вопрос. Хорошо. Я скажу со своей стороны, что человек нам, конечно, ну, было бы смешно сказать, что он не одаренный, если вопрос такой, но число его рождения говорит об очень большой одаренности, и, возможно, то, как он становился, его становление в образе музыканта было не очень легким, кстати сказать, может быть, даже местами и, ну, были какие-то травмы, да, скажем, пальцев, я не знаю, вот что-то связанное с травматизмом было, но дальше все сгармонизировалось, может быть, он долго выбирал инструмент или переходил с инструментом на инструмент. Ну, если это ударные инструменты, можно повредить, да. Да, но, может быть, не очень любил учиться даже в самом-самом раннем детстве музыке, но потом все очень красиво сгармонизировалось, и я хочу сказать, что ему надо переходить, надо, потому что, во-первых, там, ну, скажем, зрелость этого человека характеризуется арканом мир, то есть он будет очень много ездить, очень много гастролировать, еще больше, чем гастролировал и ездил до сих пор. Это говорит о том, что ему надо переходить, конечно, в бостонский оркестр. Хорошо, хорошо. Спасибо. Дорогие друзья, вы видите, это очень и очень серьезно, когда ответ на такой вопрос однозначный, это говорит о многом и решает многие вопросы, действительно, это есть такое. Я могу добавить, вообще-то говоря, что этот человек по своей природе сейчас может обучать людей, то есть он мог бы иметь свою школу, наверное, и обучал бы людей и очень был бы успешен. Если бы я просто анализировал, я бы сказал, что это человек творческий, и он, естественно, должен быть или музыкантом, или каким-то, ну, человек, понимающий искусство. Вот. Тут без сомнения это есть у него, и это здорово. То есть, видите, это хорошее качество. У нас времени остается очень мало. Дорогие друзья, я хочу сказать, вот кто желает завтра посмотреть программу, которая начнется в 11 часов по времени города Чикаго. Это Сангей Центр. Я буду общаться, там много будет людей на интернете. Позвоните мне, я вам скажу, как послушать эту программу, даже не послушать, а посмотреть. Это будет видеоформат. 847-226-9956. У нас нет возможности больше принимать звонки, хотя линии горят. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу программу. Эльза, спасибо большое, как всегда. Спасибо вам большое. И вообще, Эльза, я вас слушаю уже столько раз, вам пора сюда. Я чувствую, что это... Давно пора. Давно пора. Мы над этим работаем. Эльза еще не знает, но мы над этим работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова